Здравствуйте! Это программа «Африка. Второй фронт» в студии Антон Лемесев. И сегодня, как обычно, о главных новостях африканского континента. На минувшей неделе турецкий военный корабль Кинолиада пришрутовался в порту столицы Сомали Магадиша в рамках соглашения о сотрудничестве военной обороны, подписанной между Анкарой и Магадиша. В соответствии с этим договором Турция обеспечит обучение и оснащение ВМС Сомали, что позволит африканской стране защитить свои морские ресурсы и территориальные воды. И вот подробнее об этом соглашении и в целом о балансе военных сил в этом регионе мы поговорим сегодня со старшим научным сотрудником Института Африки РАН, старшим преподавателем финансового университета при правительстве Российской Федерации Тимуром Хайрульным. Здравствуйте, Тимур! Вот какова вообще численность турецкой группировки в Сомали и как сейчас будет в практической плоскости реализовываться вот то самое соглашение, достигнутое между двумя странами? Ну, на самом деле численность турецкой группировки в Сомали, она является отражением все-таки работы турецкой военной базы на территории Сомали, которая была еще создана в 2017 году. И с тех пор как раз-таки действуют военно-технические соглашения между Турцией и Сомали, в рамках которых как раз-таки Турция на вот этой вот военной базе Турксом на территории Сомали обучает, значит, непосредственно сомалийских военнослужащих, часть из которых проходит обучение на территории непосредственно Турции, часть проходит на территории военной базы, на территории самого Сомали. То есть, начиная с 2017 по настоящее время через эту базу прошло около пяти тысяч сомалийских военнослужащих. Непосредственно на самой военной базе присутствует несколько сотен турецких военнослужащих, турецких инструкторов, которые как раз-таки обеспечивают безопасность и оказывают содействие национальной армии, значит, Сомали в рамках противодействия вот с исламистской угрозой, в первую очередь Аш-Шабаб. Однако, ну, все-таки до недавнего времени вот эта вот помощь против Аш-Шабаб, она была направлена в рамках границы все-таки сухопутных, защиты сухопутных границ между сомалийскими штатами, однако в последнее время возникла необходимость защищать в том числе еще и морскую границу, поскольку одним из главнейших интересов сегодня, в качестве главных интересов выступает сегодня сомалийский порт Магадиши, который является таким вот лакомым куском для многих региональных, глобальных и вот таких местечковых интересов. И вот это вот соглашение, которое было заключено буквально вот в феврале между Турцией и Сомали, которое включало оборонно-экономическое соглашение, оно вот буквально неделю назад стало принимать вот какую-то вот переходящую практическую плоскость своей реализации, и мы видим, что вот буквально неделю назад у берегов порта Магадиша как раз-таки пришвартовался эсминец военно-морских сил Турции, который, ну все-таки, как правило, включает в себя несколько десятков турецких военнослужащих, включает в себя некоторую комплектацию военной техники, в том числе десантных катеров, которые, ну вот как раз-таки будут вести патруль и обеспечивать безопасность как раз-таки порта Магадиша. И на самом деле отчеты показывают о том, что в последние месяцы вот этот трафик, он улучшился, поскольку сейчас порт Магадиша принимает от 10 до 15 судов в неделю, в то время как буквально в прошлом году безопасность морской границы была очень неблагоприятной, и причаливали буквально не более трех судов в неделю. Поэтому в этом отношении действительно некоторая стабилизация ситуации и безопасность уже наблюдается. То есть правильно я понимаю, что сейчас вот этот заход, швартовка судов Турции, она станет неким обыденным явлением в рамках этого соглашения. То есть получается, что ВМС Турции сейчас получает доступ к этой гавани и регулярно будут туда направлять какие-то свои вот суда, да, в рамках операции, патрулирования. На самом деле так могло бы показаться, но вообще вот это вот, скажем так, сотрудничество с точки зрения эксплуатации того же порта Магадиша, она уходит своими корнями еще в 2014 год, когда турецкой частной фирме Аль-Байрак Дуб были переданы права на эксплуатацию как раз-таки вот управления портом Магадиша, которые были продлены еще в 2020 году, продлены они были на 14 лет. Согласно вот этой сделке, компания в рамках эксплуатации порта Магадиша получаемый доход должен был делиться примерно напополам между турецкими компаниями и правительством Сомали. Однако в последнее время вот этот порт, он стал вот такой вот мишенью со стороны как раз-таки радикальных группировок. То есть до недавнего времени необходимости в оборонном дополнительном соглашении об обеспечении безопасности данного порта просто никак не возникало. А здесь, значит, ну просто вот и радикальные группировки, и многие другие, значит, глобальные региональные игроки пытаются, значит, в том числе чужими руками дестабилизировать ситуацию вокруг порта. И это возникло, привело к необходимости как раз-таки заключить дополнительное соглашение, которое бы обеспечивало уже непосредственно военный патруль вокруг данного порта и обеспечивало его безопасность. Тимур, а какие еще зарубежные силы сейчас представлены в Сомали? Ну, сегодня, на самом деле, помимо, значит, турецких военнослужащих и непосредственно национальной армии Сомали, важнейшую роль на территории Сомалийского государства играют все-таки миротворческие миссии Африканского Союза, которые, кстати говоря, во многом укомплектованы довольно боеспособными частями угандийской армии. И помимо, значит, миротворческих сил на территории Сомалии действуют, прилагают свои усилия, значит, Объединенные Арабские Эмираты, которые, чьи инструктора в количестве нескольких десятков человек, также действуют на территории Сомалии. В целом, конечно, Объединенные Арабские Эмираты пытались еще в 2017 году в рамках соглашения с Сомалилендом на территории Сомалиленда построить военную базу. Однако после того, как возникли разногласия между Объединенными Арабскими Эмиратами и Центральным правительством Магадиши, Объединенные Арабские Эмираты объявили о том, что строящийся военный аэропорт будет переквалифицирован в гражданский аэропорт. В целом, присутствуют именно вот эти военные силы на территории Сомали. Что сейчас из себя представляют вооруженные силы самой страны Сомали? Мы понимаем, что это федеративное устройство. Допустим, если мы говорим о какой-то централизованной армии общегосударственной. В целом, на самом деле, вот это, конечно, проблема. Проблема, поскольку не стоит забывать, что Сомали сегодня это федеративная республика, в которой важнейшую роль играют около пяти основных штатов. И каждый штат имеет в рамках самостоятельности свои вооруженные силы. И в этом как раз так и заключается проблема. На самом деле, это тянется еще с 2010-2011 годов, когда Центральное правительство Магадиши пыталось договориться с представителями местных штатов, чтобы они передали свои вооруженные силы в состав Центрального правительства, в состав национальной армии Сомали. То есть, со многими штатами, в принципе, этого соглашения достичь удалось. Однако, большинство штатов до сих пор имеют, правда, в небольшом количестве, имеют свои вооруженные силы. Плюс не стоит забывать о том, что на территории Сомали важнейшую роль в социальной структуре продолжают играть кланы, клановая племенная организация. И старейшины крупных племенных образований имеют, опять же, свои вооруженные формирования. Опять же, это исторически так сложилось, поскольку многие 4 из 5 крупных клановых образований, они все-таки скотоводческие. А скотоводческие племена исторически были всегда хорошо вооружены для того, чтобы хорошо отражать любое нападение и защищать собственный скот. И в этом отношении, конечно, вот эта вот неопределенность, она сохраняется, что вроде бы действительно по соглашению многие штаты отдали, скажем так, свою безопасность на лодку центральному правительству. С другой стороны, они имеют некоторую численность боевых формирований, которые подчиняются только представителям либо клановых образований, клановых образований, либо представителям как раз-таки властных структур местных штатов. И плюс особняком здесь стоит, конечно, и штат Унтленд, в котором уже 100% присутствуют собственные независимые вооруженные силы, которые не подчиняются центральному правительству Магадиш. Помимо вот той террористической угрозы, о которой мы говорили, о децентрализации, прошу прощения, о том, что присутствуют, по сути дела, дезорганизованные какие-то военные формирования, присутствует проблема пиратства, какие еще вызовы сейчас стоят перед Сомали? Мы здесь можем подразумевать не только внутренние вызовы, но и вызовы, связанные со своими соседями по региону. Ну, безусловно, опять же, вот сегодня, конечно, регион в целом африканского урога, он является таким вот важнейшей такой вот мишенью для региональных и глобальных игроков, которые пытаются как раз-таки, пользуясь вот этой вот государственной слабостью и нестабильностью на территории непосредственно Сомали, приобрести для себя максимальные выгоды, конечно. И в этом отношении для многих региональных игроков, особенно тех, которые еще не успели укрепить свои позиции на территории сомалистского государства, для них очень выгодно, чтобы вот эта нестабильность, она возрастала. Но, с другой стороны, для тех региональных игроков, например, Турции, которая уже давным-давно, да, укрепилась на территории Сомали, но ей, например, вот невыгодно, как мы видим, усиление вот этой нестабильности. Поэтому в этом отношении сегодня на территории Сомали и в целом африканского рога, ну вот продолжается серьезная региональная и даже, можно сказать, глобальная борьба между различными игроками, которые пытаются достичь вот как раз-таки лидерских позиций. И во многом важным здесь является то, что вот эта борьба, она иногда может иметь неявный характер, но это не значит, что борьба куда-то исчезла. То есть в этом отношении любое затишье – это некое приготовление, как правило, к новой нестабильности. Поэтому ситуация действительно сложная и важно, конечно, чтобы, на мой взгляд, укреплялись позиции все-таки традиционных партнеров Сомали, и чтобы в этом отношении сомалийское центральное правительство в самом Магадиша, оно все-таки попыталось каким-то образом решить, в первую очередь, конечно, внутренние проблемы, поскольку именно внутренние проблемы являются таким вот главным очагом нестабильности для того, чтобы другие региональные игроки пытались вот эти вот внутренние, внутристрановые противоречия их раздуть. Большое спасибо. Я напоминаю, что мы общались со старшим научным сотрудником Института Африки РАН Российской Федерации. Тимур Махайруль, нам большое спасибо вам за ваш комментарий. Всего доброго. Всего доброго. Тем временем африканские страны начали вывозить свои золотые запасы из США, а Иран провел масштабный форум с участием многих африканских государств. И вот более подробно об этих и других событиях континента нам рассказал региональный обозреватель СБС Сергей Елединов. Актуальности континента. Африканские страны начали вывозить свои золотые запасы из Соединенных Штатов Америки. С начала года решение о выводе золотовалютных резервов приняла четверка самых крупных экономик Африки – Алжир, Египет, Нигерия и ЮАР. За ними последовали Ганна, Камерун и вот теперь Сенегал. Ну, вне всякого сомнения, это скорее экономическое, а не политическое решение. Соединенные Штаты Америки начинают терять репутацию надежного партнера. Несмотря на ожесточенные споры между проправительственными партиями и оппозицией по поводу новой конституции страны, которая должна изменить президентскую форму правления на парламентскую, в республике Тога началось голосование на парламентских и региональных выборах. Но если в 2018 году тагалецкая оппозиция быкотировала парламентские выборы, то теперь она приняла решение в них участвовать. Правящая партия Союза Ререспублику во главе с действующим президентом Тога форум «Гносингми» надеется сохранить абсолютное парламентское большинство. С 24 по 26 апреля во Ванкаре прошла международная конференция космических технологий региона Центральной Евразии. Сенегайское агентство космических исследований и Турецкое космическое агентство в рамках этой конференции подписали меморандум о взаимопонимании, в котором особое внимание уделяется развитию человеческого потенциала и космической инфраструктуры двух стран. А 26 апреля в Тегеране стартовал форум «Иран-Африка», в котором приняли участие более 30 стран. На полях форума президент Ирана Ибраим Раиси провел переговоры с руководителями ряда стран, обсудив сотрудничество в таких областях, как сельское хозяйство, образование, торговля, промышленность. Отметилось выступление премьер-министра Буркина-Фасо Аполлимера Татамбела, поделившегося планами развития стран Альянса государств Сахеля. Наша цель – двигаться к конфедерации, а затем к федерации. Власти Буркина-Фасо обвинили в Международную правозащитную организацию со штаб-квартирой в Нью-Йорке Human Rights Watch в попытке дискредитировать имидж страны и профессионализм ее вооруженных сил и правоохранительных органов. Также была ограничена деятельность ряда средств массовой информации, включая немецкую Deutsche Welle. Североатлантический блок НАТО изучает возможность открытия учебных и консультативных миссий в странах Северной Африки, Сахеля и Ближнего Востока в рамках новой стратегии Альянса в регионе. Стоит отметить, что концепция этой так называемой новой стратегии пока только обсуждается, обрастается слухами вживую, ее пока еще никто не видел. А страны НАТО в большинстве государств этих регионов воспринимаются как организации, действующие по двойным стандартам. Но, тем не менее, несмотря на это, Альянс хочет усилить политический и дипломатический диалог с африканскими государствами, но прежде всего, чтобы противодействовать расширению присутствия России, Китая и Турции. Предполагаю, что российским дипломатам и военным имело бы смысл более активно вести диалог с влиятельными представителями Западной Ливии. Но прежде всего, объяснить цели развертывания африканского корпуса в Ливии, чтобы снять все вопросы по поводу реальных целей и задач, но и также снять опасения и разрядить обстановку. Прибытие на восток со стороны российских военных грузов воспринимается на западе Ливии, как попытка оказать поддержку фельдмаршеву Хахафтару в его новой кампании против Триполи. Ну, также Ливия может стать и точкой противостояния России и Соединенных Штатов. Напомним, что глава правительства национального единства Ливии Абдальхамид Аддейба неожиданно выделил Африкому участок на территории Академии ВВС в городе Мисрата под стандартным предлогом сотрудничества в борьбе с терроризмом. Ну, также можно вспомнить, что в начале апреля американский военный атташе осматривал в составе делегации военные объекты на западе Ливии, в том числе уже упомянутая Академия ВВС, а также порт в городе Аль-Хомс. На Танзанию обрушились ливни. Непогода нанесла ущерб посевам, размыла дороги и затопила здания, вынудив жителей покинуть свои дома. Наиболее пострадали регионы Пвани и Морогоры. В том числе ливни обрушились на регионы Мбия, Линди, Котови и Килиманджара. Правительство Танзании и международные организации активизировали усилия по оказанию помощи пострадавшим. Более 400 человек переместили в Центры временного содержания. При поддержке Детского фонда ООН и Всемирной организации здравоохранения местное правительство раздает чистую воду и препараты для предотвращения распространения болезней. Это были все новости Африки на сегодня. До свидания. Оставайтесь на CBC. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok